добрый день дорогие друзья приветствую вас всех на канале рута влог как я вам говорила в прошлом видео что мы собираемся купить люстры и я вам покажу какие мы купили мы купили в зал и к сыну в комнату люстры мы выбирали довольно таки быстро выбрали нам они понравились самое было интересно когда мы привезли домой самое сложное было это разобраться что к чему и их собрать ну кое-как разобрались собрали и получились очень красиво я обязательно покажу какие мы люстры купили мы купили светодиодные потому что электричество нас дорожает и дорожает очень дорогое электричество и поэтому мы купили светодиодные они очень красивые мы сейчас все стараемся поменять на светодиодные чтобы как-то сэкономить электричество потому что у нас получается очень большие суммы за электричество электроплита у нас нету газа у нас цены электричестве поэтому суммы выходит в месяц приличные многие-то я где-то лично плачу за электричество сейчас скажу где-то 50-60 евро а бывало еще даже и больше когда в новогодние праздники или что бывало еще и больше мы платили за электричество но если 50 евро выходит то это для меня уже как бы нормальная цена ну а было у нас и 60 и 70 получалось в общем от месяца от времени года все зависит в общем поэтому стараемся на все экономить а в этом году нас стол с первого числа еще дороже электричество поэтому экономика должна быть экономной ночное свое видео немножечко в такой проблемки у меня появил в общем сколько лет говорю кашу мультиварки всегда все было нормально но сегодня я сварила кашу сейчас увидите как там не получилось геркулесовая каша моей мультиварки сегодня сварила кашу мультиварки посмотрите такого у меня еще не было никогда просто замечательная каша получилось это же надо посмотрите что творится короче все убежала даже не знаю как начинать ее мыть с чего начинать просто не представляю даже если честно я в ужасе это я уже переднюю часть мультиварки помыла как вы видите каша в этот раз у меня решила убежать из моей мультиварки это у меня такое первый раз у меня мультиварка стол и скажу вам честно я ее не очень довольна потому что она не или сильно кипит или вообще ничего не кипит вот просто но просто как будто вот стоит одном уровне и сон в общем я не могу сделать так чтобы например еле-еле кипела не могу я сделать так она говорит или сильно или вообще никак вот честно когда я увидел это безобразие мне просто хотелось взять и и просто выкинуть даже мыть не хотела но мыло я ее полтора часа потому что я отмывала все швы и все щельки везде все что надо я отмывала все конечно я ее отмыла но впечатление мне вот я хотела уже поменять ее период точно не поменяю потому что я хочу купить мультиварку редмонд я сколько видела обзоров и они если такая функция когда что они еле-еле-еле ела чтобы так вот все я видела как бы мне кажется от редмонд хорошие мультиварки стол конечно мне не понравилось это моя первая мультиварка мне не с чем сравнить но я даже по обзорам так вот других готовится в редмонде я даже по этим моментам я могу как бы сравнить какие-то моменты я к ней приспособилась я приспособилась мне кашу варить но как вы видите не без тосяков вроде как приспособилась а вот что получилось поэтому я в ближайшее время хочу поменять на редмонд на которые 3d нагрев вот на такую хочу мультиварку многие говорят что как бы мультиварка не нужна зачем она нужна но мне очень удобно и пользоваться например сыном готовлю гречку и курочку на пару я сразу делаю сюда за 25 минут у меня все приготовилось у меня я насыпаю гречку наливая водичку сверху ставлю решетку кладу уже курочку замаринованную ему делаю до включает 25 минут и все и через 25 минут у меня еще пока она нагреется вода да ты должен нагреть это дает отсчет и через 25 минут у него курочка с гречкой готова это очень удобно меня достает над плитой ничего готовить не надо так что моя вот как бы мне нравилось готовить каши ну каши я всегда наблюдала всегда контролировала как видите бывает и такое да ну вот так же нет мне очень нравится в дому царкивать макароны макароны паста получается просто бесподобная нам с италии привозят пасту и получается просто великолепно в общем макароны мне очень нравится мне варить но я думаю в редмонде будет еще лучше я обязательно куплю еще хочу с вами поговорить о такую тему как молоко сейчас я вам расскажу кое-что я проводила один эксперимент сейчас вынали чашечку кофе из своей новой кофеварки делаю себе капучино сяду за стол и мы с вами поговорим на одну очень интересную тему вот хочу показать мультиварку вот я ее полностью все отмыла она у меня полностью вся блестит вся чистая и просто на встали не засунуто не хочу вытаскивать в общем как зеркальце все чистенько это все швы мне приходилось пришлось промывать все туда поэтому потратила полтора часа чтобы ее отмыть эту мультиварку как я уже говорила я сделаю более подробный обзор на канале хозяевка рута на кофеварку сейчас я включила хочу капучино себе сделать и включила май капучино я сделала свою кружку объем потому что там идет стандартный который в программе идёт немножечко кружка я сделала именно под свою кружку сейчас это нагревается сейчас полета сначала пенка вот от молока а потом уже польется кофе можно сделать любой задать какой вы хотите программу сделать любой напиток кофейный себе и оставить его в памяти первое впечатление об этой машинке я ее довольна много говорить не не буду я очень довольна этой машинкой мне все нравится и что самое интересное чем меньше жирности молоко тем лучше получается пенка сейчас вот польется кофе капучино мы готов попьем кофе и поговорим с вами о молоке вот я сделала себе капучино пенка просто классная и вот я все время сделала мы покупаем с вами 2 процентное молоко 2 с половиной процента одной фирмы покупать объясню почему именно одной фирмы а вчера не было теперь мы купили другой 2 процентная да и пенка получилось намного лучше а если купить вообще безжиренная например 0 5 процентов вот муж сегодня купит мы поэксперементируем пенка надо будет еще лучше потому что написано в инструкции чтобы использовать полу обезжиренное или обезжиренное молоко но посмотрим как получится да почему покупая молоко всеми одной фирмы сейчас вам объясню я летом проводила такой эксперимент это мест подвигло провести такой эксперимент почему потому что мы как-то купили молоко и у нас она осталась ну не успели просто его выпить я думаю надо его сквасить и сделать блинчики когда она началась писать я попробовала она на вкус просто горькая я просто обалдела ну ладно пускай до конца сквасится нажали блины сделала блины что вы думаете блины тоже с горчинкой такие получились я была в шоке почему горькое молоко у меня знакомая работает директором на молочном комбинате я позвонила к ней и начала спрашивать одного суши не знаю вот такое есть не знаю вот почему в общем она не смогла мне дать ответы почему горькое молоко когда я купила 33 вида по моему до 3 вида а рада тюрьмы молока и одно этот было горькое молоко получилось при скисании молоко при скисании получилось кисло как оно должно быть когда нас кисло оно было нормально кислое молоко и я начал покупать именно только это молоко потому что я так понимаю что нормально молоко оно должно быть кислое когда надо скисать оно не должно быть горьким но это ладно когда я сквасила третье молоко я была вообще в шоке это было лето и лето у нас было жаркое и что вы думаете это молоко стояло уже три дня при комнатной температуре не хотелось кисать его пробую она все сладкое и сладкое я такая была в шоке в итоге где-то на четвертый пятый день она начала скисать вот дело в том когда нас кисло она тоже была сладкая вы представляете как как сквашенное молоко может быть сладким вот объясните мне я например не понимаю возможно вы знаете вот объясните пожалуйста как может быть сквашенное молоко нужно быть сладким но я скажу она была очень вкусная и вы знаете я бы нам его покупала и пользовалась бы им я понимаю что не может быть молоко нормальная но сладким скваш Nations когда она стоит бесконечной температуре и сладким она получилась такая знаете вот там у нас киция когда она получилась как сладкий йогурт она получилась очень вкусный но очень понравилось это же не нормально не должно быть молоко сквашенное сладким она должна быть кислая но не сладкая друзья может кто-то знает почему молоко при искисании или сладкое или горькое напишите пожалуйста в комментариях я искал эту информацию я набирала в гугле да то что молоко горькое есть такая информация и никто не может ответить на этот вопрос информации такой почему молоко сладкое при искисании вот я проводила три разных фирмы я очень жалею что я не стала с это на камеру и я не помню какой я покупала фирму где молоко было сладкое но это было конечно донсенс чтобы молоко при искисании было сладкое но это конечно но было я скажу честно было вкусное но я понимаю что то ненормально это какая-то химия там добавлено или что а я стараюсь более если натуральный продукт еще спросила у своей знакомой которая делая директор молочных комбината но вот это какой-то порошковое молоко из чего наказала у нас порошкового молока у нас все молоко как бы из-под коровы даже вот так и понимать я думал что у нас есть как бы порошковые молоко а думала как бы ему наверно много на говит нет вы Pike все как делаем как бы из-по presenting как бы порошка порошки дать молоко у нас невыгодно и это получится дорого, и оно было бы еще дороже, чем вот это коровье молоко, которое продается. Вот такое я вам дала информацию. Так что получается, если все это молоко из-под коровы, из-под одной, она сладкая, из-под другой, она горькая, из-под третьей, она кислая. Ребята, чем кормят коров, что они нам дают разное по вкусу молоко. Вот объясните мне, пожалуйста, я, например, не понимаю. Не, ну ладно, я уже, ладно, когда молоко было горько, я уже понимала, что есть такая информация, что молоко у многих горькое, потому что молоко сладкое при скваживании. Вот такой информации у меня не было. Это, конечно, было, это было что-то с чем-то. Но я говорю, вот такое ощущение, как будто бы кушается сладкий йогурт. Оно, конечно, вкусное, но это ненормально. И поэтому мы вот то молоко, которое было кислое, вот мы на нем остановились, и мы только его покупаем домой. Но для того, чтобы получить капучино, такую хорошую пенку, нет, при том молоке тоже, где 2,5%, это тоже пенка нормальная, но у меня присутствуют еще большие такие пузыри. А в капучино в пенке не должно быть больших пузырей, она должна быть мелко пузырчатая и плотная. При том, в молоке была и мелко пузырчатая пенка, и под конец такая немножечко крупно пузырчатая пенка была. А вот эта, которая мы купили, 2% молока, она такая однородная и мелко пузырчатая. Мы еще проведем эксперимент, и купим 0,5% молока, и посмотрим, какая получится пенка. Мне вот очень-очень интересно. И вот у меня вот было очень интересно вот этот вопрос, почему молоко сладкое. Друзья, если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, как такое может быть, что молоко сладкое, при сквашивании оно сладкое. Оно даже не кислит, не горчит. Оно просто как будто бы, я говорю, посластвовали как будто бы йогурт, и такое сладенькое молочко. Это, конечно, но вкусное. Ничего не скажу, было, конечно, вкусное. Ну вот, друзья, посмотрите, слева молоко 2,5%, а справа 2%. И видите, какая разная пенка. Слева она меньше, а справа она больше. Так что от молока много зависит. Ну, давайте сейчас скажу пару слов еще о своей кофеварке. Я уже говорила, кофеварка я довольна, мне очень понравится. В кофеварке разберется даже ребенок. Там все, на дисплее написано, что вы должны сделать, что вы должны ставить, ну, вообще, вся информация, там все-то есть. У меня никогда не было такой кофемашины. Это моя первая такая серьезная кофемашина. И я вам скажу, я быстренько прочитала всю инструкцию. Я из тех людей, которые инструкции читают. Потому что я люблю быть грамотной в технике, и я не хочу навредить своей технике по собственной неграмотности. Поэтому я прочитала всю инструкцию. Я, в принципе, сразу все поняла. Я когда включила кофеварку, я еще на ютубе посмотрела видеоролики всякие разные. И мне уже было все понятно. Я когда купила ее, я уже знала, где что делать, как включать, как пользоваться. Я уже все знала. Потому что пока мы заказали, пока она до нас доехала, у меня было время изучить и инструкцию, и посмотреть все видео. Так что я уже в курсе была по поводу нашей машины. И я пока довольна, пока мне все нравится. В принципе, что мне нравится, что можно сделать под свою... Вот вам любят большие кружки пить, да? А там, например, рецепт такой запрограммирован. Он где-то на пол кружки, а вам этого мало. Вы можете запрограммировать рецепт под свою кружку. Вот что я и сделала. Я многие рецепты запрограммировала под свои кружки. Потому что там, например, экспрессы там выдают как-то 30 мл. Ну, это, по-моему, так и должно быть. В принципе, настоящий экспрессы пьется, он должен быть где-то на 3-4 глотка. Ну, мы-то так не привыкли. Нам надо сразу кружечку выпить, да? Ну, там уже сделать двойной экспрессы. В общем, ну, я сделала тоже под свои кружки. И так, как мы любим. Капучино мы тоже сделали под свои кружки, под свой вкус. Можно сделать послабее, можно сделать покрепче. Потом, латте маткиата мы тоже сделали под свой вкус, под свои кружки. В принципе, не то, что под свой вкус, а под свои кружки. Как-то настроено, мне тоже все нравится. Но мы немножко там крепкости на 5 зернышек. В программке уже сделано на 3 зернышка. Мы сделали крепкость на 4 зернышка. Нам так как-то больше нравится. В общем, когда я буду делать полный обзор на эту кофемашину, там я вам все покажу и все расскажу. Ничего сложного нету. Очень легко ее управлять. Очень красивая. Она мне очень подходит по дизайну. Это кофемашина, поэтому я именно выбрала эту модель, потому что мне подходит по дизайну. Потому что у меня вся техника такая, вот именно черно-серебряная. И поэтому я брала эту машину именно, чтобы она подходила мне под мою технику. Да, я вам говорила в прошлом видео, что моя капсульная кофеварка накрылась. Как я и говорила, что там причина или в кнопке, или в платье. Оказалось, причина в платье. ремонт стоит 35 евро. Зачем нам платить за ремонт 35 евро, если в магазине можно купить новую машину сейчас по акции за 40 евро. Вот я не знаю, у меня осталось две упаковки капсул, я не знаю, что с ними делать. Может быть, ну давай купим эту кофе-машину, потому что когда надо сделать на скорую руку, нам тоже нравится эти капсульные кофе, они очень вкусные. Пускай будет, не такие большие деньги, пускай будут. Ну вот, наверное, все-таки пойдем и купим вторую такую пускай, где будут стоять у вас галочки и будем иногда все-таки, наверное, тоже ею пользоваться. Как-то мы к ней привыкли, нам она нравится и, наверное, мы все-таки эту кофе-машину все-таки купим. Ну и по поводу хочу мультиварок еще поговорить с вами, да. Как я вам сказала, вот моя мультиварка вот эта вот стола, я ей не очень довольна. Как я уже говорила, что там или сильно кипит, или вообще ничего не кипит, никак не отрегулировать. Да, есть программы, которые мне очень нравится поясом, вот эту вот пасту варить, да, или как я вот сыну готовлю гречку с курицей сразу все, два в одном курица на пару. Гречка все одновременно готовится, это очень удобно. Конечно, можно было бы ползать, когда тут мультиварки готовится там в плите, но вы знаете, ну, я очень часто пользуюсь в мультиварке, мне нравится. Мне нравится делать бисквиты в ней, потому что, смотрите, когда мне надо быстренько сделать тортик, да, например, если нет мультиварки, это что-то духовку большую, из-за какого-то маленького бисквита это надо гонять всю духовку. Во-первых, мне в духовке там на противне, как мне не хватает места на кухне, мне там сложно всякие для выпечки, всякие противни, всякие для выпечки, формочки, такое все сложно, мне надо все это вытащить, чтобы испечь какой-то этот бисквит, потом, пока он спечется, потом мне до все это обратно засунуть, да, ну, ладно, это все ерунда, как бы все это, конечно, можно сделать, но просто мне не хочется за маленького бисквита гонять электричеством, все-таки духовка, я думаю, что она побольше берет электричество, чем мультиварка, а мультиварки, я думаю, мне кажется, все-таки поменьше, да, она берет электричество, и как-то залил туда все, и забыл, как говорится, она через час пропищала, ты подходишь, у тебя твой бисквит уже готов, это очень удобно, когда вы хотите этот небольшой туртик, там сколько там, по-моему, 20 сантиметров в диаметре получается, на свою семью, например, в воскресенье, на выходные, сделать тотик, к чаю, чтобы что-то было бы, мне, например, удобнее-то сделать в мультиварке, также в мультиварке очень вкусные омлеты получаются, мне очень нравится, потом я в мультиварке делала королевскую ватрушку, тоже обалденно получилось, да, потом в мультиварке я делала творожную запеканку, но все получается вкусно, кстати, творожную запеканку я делаю ещё в микроволновке. Мне очень нравится, как получается в микроволновке запеканка от Hatvor跟你, раньше я делала в духовке. Сейчас я делаю только в микроволновке запеканку. У меня есть режим турбогриль. Если нет режима турбогриля, у вас так не получится. Если NE louder, получается очень вкусно. Не турбогриль. Микрогриль. Я уже понятно, с духовкой перепутала. Это я в духовке часто пользовался режим турбогриль. Но если у микрогриля, с микрогриль у вас да тогда получается очень вкусно запеканки и омлет вкусный получается запеканки вкусно получается от turbo гриль это у меня в духовке я тоже часто пользуюсь делаю шашлык шашлык получается бесподобно в этом режиме струбы да все правильно я говорю режим turbo гриль шашлык получается просто обалденный он сочный получается он мягкий получается с корочкой но его надо переворачивать да а тут недавно я прошу видео показывал я делала как это тоже в режиме turbo гриль такие классные котлеты получить их тоже конечно переворачивала одна страна подрумяниться это переворачиваю на другую сторону и получается очень вкусно во первых вы их не жарите в этом масле на сковороде они запекаются как бы в духовке и знаю как это когда приготовлю подачу немножко тушу я скажу отличие никакого что я делаю на на плите или я делаю в духовке просто в духовке хочется более полезные чем когда ты делаешь это на плите жаришь на сковороде поэтому иметь сюда на это что парило что раньше котлеты плита вся грязно потом это надо мыть это брызгаться это надо потом отмывать а в духовку и засунулся противень они пожарились достал и чудненько вообще колоссально очень хороший режим конечно в духовке turbo гриль я им часто пользуюсь именно для мяса очень хороший такой вот режим но а сейчас наверное я покажу какие мы купили люстры но такой люстру мы купили в зал вы не представляете как ее было сложно собирать первый раз я собрал ее неправильно потом пришлось не все переделывать люстра очень красивая она на светодиодах вся и лампочки то светодиодные еще вставляются и такая вся с хрусталиками вот она идет включу покажу как она светит у нее есть несколько режимов вот такая вот как бы неоновая подсветка потом вот такая вот когда загораются все лампочки конечно видео это не передать и вот такой третий вариант когда и светодиоды загораются и лампочки в общем три режима из этой люстры люстра очень хорошая нам очень она понравилась мне очень нравится призем когда и лампочки светодиоды все вместе на видео не перед эта красота нато очень красиво и люстра я скажу о нас недорогая она стоила около 90 евро но с лампочками дороже ваши лампочки покупали отдельно каждая лампочка еще по 4 евро получается ну больше чем больше 100 евро обошлась но очень красиво красиво смотрится покажу люстру которую купил сын для своей комнаты сына в комнату купили в такую люстру вернее он совсем выбрал такую такую люстру сам себе купил люстра очень красивый на видео не передать это люстра тоже светодиодная стоила она где-то 180 евро наверно примерно да около 200 что такое значит подороже но ему нужно было яркое освещение поэтому он выбрал самую яркую люстру очень красивая но все эти вот хрусталик они все переливаются но вот никак не показать на видео совсем другой цвет получается но она прикольная красивая люстра вот такие вот люстры вы выбрали вот такие люстры мы выбрали мне они очень нравятся нам надо еще купить будет три люстры надо будет иметь еще в 1 комнате также в предбаннике и в холле мы хотим заменить тоже люстры чтобы везде были такие гламурники красивые я скажу сейчас очень можно купить недорогие и очень красивые люстры это сын нам сделал такой подарок кофемарку купил и люстры купил спасибо ему огромное за это так что наш садуле нам помогает молодец короче спасибо тебе садулечка за то что нам помогает да еще наверно будет многих интересовать вопрос сколько стоила наша машина эта модель стоила 600 евро но как только мы ее купили мы потом зашли в этот интернет-магазин она уже стоила 583 евро уже она подешевела на 17 евро так что буквально если бы купили на пару дней попозже нам уже тоже она обошлась бы немножечко дешевле ну вот такие цены но я знаю что это давно мы эту машину заглядывались уже несколько лет назад она стоила еще дороже так что мы уже купили такую более-менее приемлемую цену ну вот ну наверное друзья у нас такая с вами болтология получилась наверное буду уже закругляться а то видео так получается слишком длинное я с вами прощаюсь и увидимся в следующем блоге всем пока